привет всем сегодня я наконец сделаю это то что я не мог сделать уже много лет потому что на протяжении реально там последних лет пяти мне задают вопрос и я все там как бы отбрыкивался отнекивался может быть потому что и у меня как бы коллекциями я постоянно пополняется и она точно так же попал постоянно расползается в стороны я что-то теряю какие-то книжки покупаю по два по три раза опять их теряю что-то кому-то отдаю и так далее у меня было несколько переездов в общем понятно короче сегодня про книги которые нужно почитать про петербург я конечно вас обманул это не столько топ-10 сколько топ-10 направлений книг которые можно и нужно читать про мой родной город я начну с книги которой меня нет на руках это соломон волков история культуры петербурга эта книга обязательно прочтения потому что например я после нее понял что я ничего вообще не знаю про классическую отечественную музыку и не сказать что я нам прям стал ее знаток и любитель но по крайней мере таких композиторов как прокофьев рахманинов и шостакович я для себя открыл а кое-какие их произведения даже искренне полюбил вот на это меня натолкнул соломон волков начнем мы с тяжелой артиллерии с искусствоведческих книг самое главное на мой взгляд она выглядит вот так значит она вообще в супер обложке супер обложка если честно на мой взгляд абсолютно убогая именно дизайн это раз во вторых я все супер обложки сразу же выкидываю я понимаю что сейчас вот эти вот педанты закидают мне помидорами но а это мои книги б просто я их постоянно использую я их очень часто вожу на экскурсии у меня кстати две очень ценные книги ушли вместе с моей машиной которые меня угнали мало то что он был мой велосипед так вот еще и книжки и к шмотке в общем да и поэтому у меня эти супер обложки через месяц через два превращается в труху соответственно я их выкидываю ну да вот я вот такой значит это реальная энциклопедия по зодчим петербурга не знаю что она с 19 века то есть здесь нет всех там расстрелит резине так далее но зато здесь есть все остальные и я всегда говорю на там и на лекциях и на экскурсиях что в серии красусь и град петров это одна из немногих вообще серии документальных фильмов которые можно смотреть на телеканале культура но я между что я это все смотрю в интернете телевизор нет физически и там значит серии про барановского на столе таратыновой это директора все я царское село лежит вот эта книжка одна единственная на всем столе она вот эта книжка потому что она была одним из соавторов вот значит писал горюнов исаченко очень известный наш искусствовед и таратынова гавриил барановский вот то есть она как бы подчеркивает вот я уж не знаю там значимость чего но тем не менее я кстати который таратынов очень сильно заважал после того как они устроили флешмоб всем музеем станцевали это скибеди little big ну то есть это это очень круто на мой взгляд то есть очень неожиданно очень круто они большие молодцы и самоироничные вообще люблю вот эту самоиронию такой и стёб здоровый не представляя например чтобы так сделал эрмитаж допустим хотя знаю некоторых работников эрмитажа которые легко бы скибеди станцевали но тем не менее далее одна из лучших вообще книг искусствоведческих посвященных архитектуре которые я когда-либо читал она выглядит вот так это андрей львович пунин это не тот пунин который там вот закончил в сталинских лагерях и мужем ахматовой тот был его по-моему дядей если я не ошибаюсь эта книга она на самом деле очень распространена потому что она выходила еще советское время в 90-е года в 90 год и у нее тираж 200 тысяч экземпляров вот кстати печаталась на фонтанке 59 буквально недавно в типографии в ландарске мы тут сняли экскурсию по опрашке и я не сказал вот в этой экскурсии что там была эта типография который все эти книжки печатал 200 тысяч экземпляров это дофига она есть на алипру это все можно найти и у нее на самом деле вот это у меня по нормальное издание да это нормальное издание у нее короче в части тиража ее читаешь и короче вот страницы переставлены местами и часть отсутствует ну такой был брак в общем это очень круто это архитектура середина 19 века то есть отсюда узнал все и про константина тонны и что крайне важно потому что константин тонн это такое вот кормообразующий архитектора николая первого и собственно есть масса объяснений почему был снесен храм христоспасителя потому что то он считался ну вот таким как бы жополизом да вот у этих всех у герцен их и компании и как он говорил про хору садимодержание самодержавие которую он удрузил про соответственно старшего брата карла брилова до архитектора брилова здесь есть очень подробно в общем короче обалденная книжка очень хорошим языком написанная очень толковая с большим количеством интересных подробностей что крайне важно для гида потому что не так много книг которые вы можете цитировать на самом деле потому что если честно в основном большинстве книг девяносто там пять процентов информации это вода ну я имею ввиду для тебя как для рассказчика по крайней мере в моем случае я стараюсь как бы своими методику так сказать проповедовать и собственно поэтому ко мне люди ходят здесь есть масса иллюстрации то есть ну в общем все очень очень круто там у меня разъехалась я показал она мне разъехалась но вот как бы качество печати такое ну еще сюда же например я опять-таки все они буду показывать если у меня такая книжка это петербург немецких архитекторов то есть если мы говорим про такую энциклопедичность от барокко до авангарда вот здесь на самом деле действительно от и до их и когда ты эту книжку просмотришь довольно сухая опыт кстати например на вознесенском просто наугад открыл вознесенская церковь это та церковь на месте которой сейчас на углу вознесенского канал грибоедова на месте которой сейчас школа по проекту кого лишь несколько по моему да которые эти безумные модерновые вещи не делал может быть ошибаюсь но напротив него дом собственно где была конспиративная квартира народной воли и там вот бомбы то четыре штуки были изготовлены вера николаевна фигнер была последней хозяйкой этой конспиративной квартиры оттуда они притаранили сначала перовская две штуки а потом кибальчич притаранил на тележную ну и в общем дальше вся история вот очень крутая книжка именно за счет своей подробности за счет очень интересных порой иллюстрации редких ну и действительно прочитав ее ты понимаешь что православный город петербург во многом построен немецкими архитекторами а если мы добавим сюда итальянских французских и всяких разных там вплоть до швейцарских и даже шведских там если говорить про лидвали или кстати лидваль вот подскажите мне я до сих пор не знаю как правильно произносить фамилию федор лидваль или федор лидваль то вот эта книга очень сильно вам помогает это как бы нам нам бы ту да то есть второе направление третье направление самое обширное многочисленное это книжки из серии из разных серий но они об одном и том же ну вот например есть у меня пару таких книг это классическая книга достоевский петербурге с сахару все время забываю фамилию сарухунян вот евгения сарухунян вот когда вы будете там я не знаю использовать приложение easy travel или читать какой-нибудь любой нам путеводитель по петербургу достоевского вот две книги как правило там пересекается это воспоминание анны григорьевны с ниткиной которых у меня часа которыми есть но у меня часа них их нет на руках и вот это вот сарухунян то есть я очень часто ну мне интересно что там вообще кто рассказывает и чувствую где-то я тоже читал вот отсюда ну нет это нормально это хорошие источники информации я без претензий я к тому что как бы это вот хорошая база на основе которой все это и основывается но и в этой например с той же серии прибульская репин в петербурге с этим меня связана другая история не такая веселая у меня есть ролик на канале я когда жил в коммуналке все хочу туда кстати тоже экскурсию провести именно видео экскурсию на лимашовском дом 3 я естественно когда хожу в туалет я хожу с книжечкой и доставил я там забыл и у меня там просто пару книг подбрили очень хороших вот и возвращаюсь думаю господи слава богу что это лежит и когда я открываю вот вам пожалуйста отношения и когда вот не начинает рассказывать про все эти там советские союзы и прочая мне хочет туда сводить потому что там в основном живут вот эти вот запалтус в основном все эти работяги с балтийского завода и я даже как бы подозреваю кто там из них это дело потому что все время с газетой в том и шарился по старой своей схеме дальше в этот же пандан сюда это ну вот эта книжка это это настольная книга это павел якович кан прогулки по петербургу тут соответственно смойка фонтанка садовая канал грибаилова нету к сожалению но вот я когда вожу экскурсию вокруг никольского собора всегда привожу на это место на это средоточие мостов и говорю ну-ка посмотрите на эту картинку да узнаете панорама это крюков канал и ну это вот классика жанра она тоже выходила тоже то ли в 90 то ли в 90 каком-то там году в 92 и тем не менее у нее тираж 100 тысяч экземпляров то есть она есть вот тут кое-где свистит но это не страшно на самом деле я в одном выпуске даже говорил где например про дворец ясупова когда она рассказывает значит вот это вот тема дальше у меня есть тоже их огромное количество просто они все по щелям раскиданы эта серия называется туристу о ленинграде вот ну такие вот книжечки всякие разные вот раньше когда были живы еще музеи господи музея магазина старой книги я очень любил заходить вот запах они там стоили нам по 30 по 50 рублей на и так приходишь вот там две-три книжечки купишь и так тебе хорошо ну то есть такой ритуал мне это нравилось и чем они хороши ой я не выложил до господина синюхаева это про садовая сейчас я буквально отойду секундочку потому что это как раз очень показательно мы тут просто снимали вот проход по опрашке с моим операторами я взял с собой книжку правда там я ее не достал но достану вам и здесь вот да синюхаев садовые улицы и него здесь потрясающий пассаж это к вопросу о водеологической подоплеки был знаменитый пожар в апраксином дворе в 1862 году он начался 28 мая в духов день и обвиняли скубентов скубентов естественно потому что был через год после отмены крепостного права на абсолютно серьезный шаг пишет о том что возможно это вот вот эти люмпины всякие там сами поджигали протестуя против значит проклятого царского режима но я не знаю то есть это нужно быть самоубийцы потому что у купцов отличие от полиции там все было схвачено и любого такого люмпина вычислили просто бы на раз и я не знаю утопили мы просто пошли в фонтанке и утопили бы но если не обращать внимание на эти задвиги на естественно там дедушку ленина революции все все остальное причем иногда про дедушку ленина революцию в кассу а иногда абсолютно не в кассу то очень крутые книги они все рецензированы до всех искал не мог найти а вот сейчас нашел сразу две у нас две таких книжки потому что я говорю я их теряю потом на липруб докупаю а потом нахожу то есть у меня это абсолютно нормальная история это вот вот прям хлеб экскурсовода вот эти книги их очень много у меня есть там и про театральную площадь и про гостиный двор и про Невский проспект гостиный двор у меня весь вообще подчеркнут вообще вот книжки они ценны тогда когда ты там много чего подчеркиваешь потому что я потом покажу серию книг про москву я ничего не подчеркнул дальше идет огромная серия вот она выглядит вот так вот 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 у меня тут знаете целая полка вот здесь вот там наверху вот это все эти книжки насчет некраса в петербурге и сеян evahaomm 18 в петербурге ахматов в петербурге народовольцы в петербурге на тоже моя настольная книга прикол в том что когда я готовлю экскурсии по москве например ну то есть про ахматовые там присоединяем я вот эти книги использую потому что в москве ничего подобного нет к сожалению они прекрасны они прекрасны во всех отношениях и даже если ну то если я все хочу почитать Дунаевский в Петербурге. У меня Дунаевский абсолютно не самый интересный для меня персонаж, но то, как они написаны, там столько всяких фактов вылезает. И, кстати, очень много я подчеркнул для себя для работы, вот я сейчас потихонечку пишу книжку «Терроризм глазами гида», например, в Лесговте, то есть книжка про Лесговта, а там на самом деле очень много про то, как шкерились вот эти террористы, особенно из боевой организации большевиков, и как Лесговт этому помогал. Ну, то есть очень масса всего, всяких очень интересных нюансов, подробностей, написано все тоже очень хорошо. И что ценно в советских краеведческих книжках, конкретно в ленинградских, они там все проверялись, перепроверялись, у них всегда были реценденты и так далее. Дальше идут, но это уже современные, но это вот тоже, если говорить про энциклопедическую тему, вот такие книги, я одну из них показывал на своей экскурсии, это вот Арсений Дубин, иногда он пишет их с Ларисой Бройдман. Ну, вот там Фуршататская улица, там улица Восстания, где-то там Казанская улица, Маховая, но что сказать, читать их абсолютно неинтересно, то есть сухой слог. Дело в том, что Дубин, он архивист профессиональный, ну, такая архивная крыса, в хорошем плане, я имею в виду, в хорошем смысле этого слова, то есть такой дотошный человек, и там очень масса всяких подробностей будет, он там раскрывает, вот, считал, что Добролюбов жил с этой стороны, в этом доме, а он не в этом доме, потому что нумерация была поменена в таком-то году, с четной на нечетной, ну, кто сейчас будет интересоваться тем, где жил Добролюбов, вообще читали Добролюбова, да? Давно? Много? О чем он писал? И так далее. Но, опять-таки, крайне ценные сведения, и у нас есть такой сайт City Walls, там вот прям дом за домом, вот это фактически City Walls, только в бумажном варианте. И последняя книга в этом направлении, самая лучшая вообще, самая, опять-таки, она суперобложки, так вот даже не поймешь, что это за книга, это Гордины, это Пушкинский Петербург, у них есть еще про Екатерининский Петербург, то есть называется Пушкинский век, вот так вот. Это бальзам для души, это просто огонь, то есть тут мало того, что тут есть, они даже заморочились, то есть у них каждая глава отбивается там картой, вот такой, кстати, есть сайт, не помню, как называется, там есть карты по годам Петербурга, и многие из них в очень хорошем разрешениях можно качать и прям увеличивать, и следить, как город менялся. Совершенно потрясающая книга, вот реально, если не одна из лучших, то как минимум одна из лучших. И они распихали, соответственно, повествование по направлениям. Вот, кстати, тоже показываю, ну не из книжки, а Коломна, да, то есть как выглядел это съезжий дом, потом он был перестроен по проекту Железевича, оттуда, кстати, из этого съезжего дома бежал Александр Просняков, народоволец, не очень известный, но я надеюсь, благодаря мне он станет более известным, когда я книжку выпущу, и Калинкин мост, да, там, и вот, извините за автоп, торчит, вот, к вопросу о Константине Тоне, торчит Екатериненская церковь. Это первая церковь на Старо-Петербургском проспекте, которая была построена, и вот она задала тон этой неорусской, нео-византийской линии, которая потом проповедовалась на всю Россию, был сделан альбом образцов проектов, согласно которому все архитекторы должны были действовать. Ну и, собственно, в Петербурге из пятитоновских церквей стояло вот это, стояло в Семенцах, соответственно, Веденская церковь напротив Пушкинской, вот я, по-моему, уже рассказывал об этом. В один из приездов в Париж на Рю-Дарю, где собор Александра Невского, я увидел икону Семеновского полка, которые как раз вот спасли из этой церкви, разрушенные, значит, один-два, еще, значит, Мирония на Водном канале третья, затем на Благовещенской, естественно, площади, потому что она так и была названа Благовещенской, и мост был Благовещенским, сейчас площадь Руда четвертая, и еще одна, значит, на Пекарском острове, та сохранилась, но изменена до неузнаваемости, то есть куполов нет, так даже не догадаешься, что это церковь. Ну вот, извиняюсь, занесло. В общем, супер. Тут, значит, разбито по направлениям. Военный Петербург, значит, всякие светские тусовки, полиция, еда, там, цены, чиновники и так далее, и так далее. И это очень круто. И все это перемежается со всякими цитатами из Пушкина, и, ну вот, реально влюбляешься. Тебе кажется, что, ну, если не знать, что у них там не было канализации, что они не предохранялись и все такое прочее, и потери, как свиньи, то, в общем-то, ну и дышали, да, непонятно чем, потому что не электричество, помещения не проветриваются, все законопачено зимой, священие только свечами, то создается вот такая, знаете, картина такой волшебной сказки. Потом ты встаешь ногами на землю и думаешь, господи, в гробу я вдал эту волшебную сказку, да, от Москвы до Питера в этом дилижансе тащиться несколько суток и спать на постоялых дворах, где одни клопы и блохи. Да, значит, это вот следующее, это уже сколько, я уже сбился, считайте сами, короче. Закончили с этим направлением, должно быть 10 в сумме. Затем у нас идет мемуаристика, ну, допустим, хотя она у меня должна была не сейчас, но пусть будет сейчас. У меня нету, опять-таки, кому-то я отдал, по-моему, Пызина и Засосова, Старый Петербург, отличная книжка, ну, погуглите Пызина и Засосов, Воспоминания петербуржцев, или как-то так она называется, она тоже разбита по направлениям, там, учеба, военные, значит, рынки, шмынки, и все такое прочее, даже курорты есть. Очень хорошая книжка, масса всяких интересных деталей, вот они реально все там описали, и предстает перед вами живая картина. Дальше очень хорошая книжка из этой же серии, вот, например, Лев Успенский, записки Старого Петербуржца. Тут тоже масса всяких подробностей, здесь описаны всякие вот картинки, вот эта церковь, кстати, это на Литейном проспекте, рядом с Большим домом стояла, у нее на куполах. Шестиконечные звезды, сейчас на нем, на этом месте одно из зданий, как это в советских путеводителях, мне еще нравится, у меня есть путеводитель по Литейному проспекту, и там написано, что административное здание, все, точка. Дальше догадываетесь, как хотите. Здесь он, например, пишет про то, как, господи, кто там, Анциферов? Нет, не Анциферов, это Амфитеатров. Анциферов это Пушкинский Петербург, кстати, не вставил я почему-то ее в свой рейтинг, но Петербург Достоевского, Анциферова, в 1923 году, по-моему, она вышла, это как бы тоже база для всех Достоевских ведов, которые пытаются вычислить, где кто жил из героев Достоевского. Про то, как Амфитеатров написал статью и зашифровал там свое послание, то есть там нужно было каждую букву вычленять, и так вот он донес до публики, что все, цензура свирепствует, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Затем, например, есть отличная книжка «Петербургское купечество», вот такая вот тоже воспоминания, самые разные, тут, значит, какие-то записки какой-то барышни, она тут рассказывает про этот, как его, господи, ну вот как раз в духом в день, да, в летнем саду там смотрины купеческие, выстраиваются такими шпалерами по бокам всякие чиновники, гусары и прочее, а по центру идет кавалькада, потупившие взоры девушки несчастные, да, на которых смотрят, ну и просто смотр невеста, по сути, это, знаете, какая-то фабрика неволи. Лейкина тут воспоминания и прочее. И вот у меня тут, видите, тут куча всякого подчеркнутая, я помню, что, что же, какая-то тут деталь, а, орехи, как они кололи, значит, подсовывали, дверь когда закрывается, и вот они в щель подсовывали этот орех, и он трещал, и служанка всегда скрикивала от этого. Ну вот, допустим, Чайковский, Чайковский, блин, Чуковский, да, меня, так сказать, правильно поправили, ну, он не Корнечуков, а Корнечуков, и, конечно же, не Куакал, а Куакало, я имею в виду не Чуакало, а Чукукало, потому что не Куакало, а Куакало. Ну, вот Чайковский сам ошибался в ударениях, он писал об этом, и у него была тетрадочка, куда он заносил все свои эти неправильно произнесенные слова. Ну, ничего страшного, я вот тут смотрел интервью с одной женщиной, не буду называть, тоже high level в Петербургском музее ведения, возможно, зайду к ней в гости с камерой, она живет в центре, но она говорит вместо энергии энергетика, и она говорит там не одновременно, одновременно. Ну и хрен ты с ним, меня это абсолютно не коробит, но да, лучше, конечно, поправлять. Я вот учусь сам благодаря комментариям очень часто, и не скрывая этого. Ну или вот, например, Масалов при дворе последнего императора. Я всегда на своих лекциях говорю, что про серию романов «Без соплей», что вот книжка на цитатуе растаскана в Википедии, то есть вы откроете Википедию про какого-нибудь там великого князя или там императора Александра III Николая II, и там, скорее всего, вы встретите цитатуи из этой книжки. Также у меня нет на руках, но крайне рекомендую воспоминания Сергея Ильича Битты. Это прям огонь. Он там заливается соловьем иногда. Ну я уже неоднократно говорил, что... Я даже в книжке своей писал про русско-японскую войну, про пиар во время русско-японской войны, что эту книгу надо было бы назвать «Я и Россия». Ну то есть он так по-скромному там пишет, но действительно был человек большого формата, если не сказать глобального, как и Столыпин. И ее даже печатали в Советском Союзе. Ну там с таким вот введением, пояснением, что типа вот вы тут читаете, мы вам поясним, как вам надо читать, потому что вы же дебилы, вы же не понимаете, поэтому мы вам объясним, как вам надо читать. Вот. А вообще крайне неинтересно. Значит, это закрыли это направление. Дальше, ну а чего? Дальше классика, например, да? Наша русская классика, самая разная, но я, естественно, не буду говорить про Достоевского и прочее. Вот, например, у меня есть даже такой сборник «Физиология Петербурга». И здесь собраны всевозможные литературные произведения наших замечательных товарищей. Тут и Григорович есть. Ну что здесь? Пелинский, да? Петербург и Москва. Ха-ха-ха. Вечная проблема, да? Даль, петербургский дворник. Ну, Григорович я сказал, да, петербургские шарманщики. Гребенка, петербургская сторона. Некрасов, петербургский угол. И Белинский, Некрасов, Кульчицкий. Вот это я даже не знаю, кто такой. Амнибус. Опять-таки Белинский, Григорович. А, ну и Панаев. Вот. Очень хорошая книжка, на самом деле. То есть вам не надо это все собирать из разных углов. Все в одном месте. Ну, эту книгу я показывал уже на экскурсии по Апраксиному двору. Вот. Это у меня второй том. Первый у меня взяли почитать. Крестовские петербургские трущобы. Это вот именно скандал интриги и расследование про днище Петербурга. Если вы хотите узнать, почему Российская империя приказала долго жить, то настоятельно рекомендую. И сюда же это не совсем литература. Это, зачем сказать, вообще не литература. Но я решил в этот раздел это запихнуть. Довольно, ну не то, что редкая книга, да. Но она крайне полезная. Я очень много отсюда подчеркнул. Это Михневич. Она была издана, по-моему, тиражом 2500 экземпляров издательством «Лимбос Пресс». Я тогда еще работал в газете и вел книжную рубрику. И я под эту лавру... А, на халяву давали книжки. Я, когда узнал, что у них эта книжка выходит, я ее себе подбрил. Потерял и потом опять купил. Но это в моем стиле. Значит, Михневич, он журналист. Ну, как бы, публицист, да. Тогда не было такого понятия, как журналист. И он реально провел расследование, где тут и проститутки, и воры, и все такое прочее. Огромное количество статистических данных. Он сам там лично ходил во всякие там разные притоны и прочее. Он приводит случаи всяких там афер, казнократства и так далее, и так далее. Тоже крайне полезно почитать вот этим страдающим по французским булкам и прочим, и прочим. Потому что за всем этим великосветским фасадом и волшебными дыханиями аристократии вот это находится. Значит, это следующее направление. Ах, извините, блин, это ж надо было туда запихнуть. Ну да, в краеведение. Ну вот оно. То есть господин Синдаловский, который всякие там байки и прочее. Вот это его хлеб. То есть, кстати, у Полявы есть такая же старая Москва. Она у меня есть в мягкой обложке. Причем она, видите, тут еще с ятями. С ятями, я не знаю, видно там будет, не видно. Это книга, сборник разных фактов, а в основном байка и анекдотов. И очень многое из того, что вот гиды говорят, они даже не факт, что они черпали из этой книжки, они черпали из какой-нибудь другой книжки, которая черпалась из этой. Вот это надо было вот туда, где Достоевский в Петербурге и все такое прочее. Дальше отдельной темой идут, у меня опять-таки не все, это уже свидетельства иностранцев. Ну вот, две я книжки покажу. Петербург Петра Первого в иностранных описаниях. Это одного и тоже автора беспятных. И беспятных, извините, Петербург Анны Иоанны в иностранных описаниях. Это для того, чтобы, так сказать, это журналистский подход. То есть я, поскольку журналист в прошлом, то мне нравится смотреть на вещи с разных сторон. Не все, что, естественно, иностранцы пишут, есть правда, но вот сравнивая описание их и описание наше, вы получаете какую-то более-менее объективную картину. Далее отдельной книгой идет, вы считаете, да? Кругом обман. Павел Перец. Но у меня было 10 стопок разложено, я вам клянусь. Точнее 9, да, потому что 10 это Соломон Волков. Это я вычленил в отдельное направление, но эту книжку надо прочитать. Это Левинсон Лессинг. Она тоже, по-моему, у меня была в суперобложке. Про Эрмитаж. То есть здесь история коллекции именно Эрмитажной, откуда что пришло. Естественно, здесь не пишется про те картины, которые были проданы при большевиках. Все, никак мне не добраться, не сделать этот выпуск. Я просто так устал, знаете, включать эти говнометы. Но для меня это больная тема, потому что я был и в Вашингтонской галереи, и в Метрополитене, в Нью-Йорке. Но там, я уже говорил, когда я был, летнист отсутствовал в АТО. Ну вот, в Вашингтонской галереи там все нормально, и Рафаэль, и Рембрандт живее всех живых висят. В Вашингтоне, кстати, во все музеи вход бесплатный, на секундочку. Вот говорят, что британский музей вход бесплатный, но мне до Лондона все никак не доехать. Вот. И, подходя к концу, отдельно тоже вычленил. Вот была такая серия «Хроника трех столетий». Она не про Петербург, как бы. Но книжки, которые там ходили, они очень часто и на очень многое, на очень многое у меня закончился словарный запас. В общем, большая доля Петербурга в них есть. Ну, эту книгу я всегда рекламирую, и, может быть, вы ее уже знаете. Эдельман. «Угновение славы настает». Она как бы про Париж, но затем она уже и про нас. Про Петербург, про декабристов, про Муравьевых и все такое прочее. Про Строганова, который там, господин Ачерый, был вообще членом Якобинского клуба. Но это застрелиться не станет. Сын одного из самых богатых аристократов Российской империи. Ну, и сюда же это тоже я постоянно рекламирую книжку «Кавторин. Первый шаг катастрофе». Как раз читал какую-то советскую книгу, и там, господи, там на Зубатова такие вообще были гоны. Ну, понятно, не хочу даже об этом говорить. Отдельно идут не почитать, а всякие изобразительные вещи. Ну, например, там всякие открыточки. Это вот ГАУ. Я их тоже покупаю во всяких местах. Это, как выглядел, Эрмитаж. Это вот новый Эрмитаж по проекту... Господи, из Баварии это наш прекрасный товарищ. Пинокотеку и гриптотеку построил там. Вот понимаете, вот что происходит. Я миллион раз эту фамилию произносил. Миллион раз я там водил экскурсию. И на Дворцовый, и там, и Лео фон Клянце. Мать его. Ну, и, в общем, тут показаны, как выглядели интерьеры Эрмитажа и Зимнего дворца в основном. И очень интересно сравнить, как они потом изменились. Потому что, естественно, там каждый вновь прибывший изменял их под свой вкус и свою моду. Это советская хроника Ленинград. Мосты и набережные, допустим. Тоже интересно посмотреть, потому что, ну, например, какие машины и как их много. Санкт-Петербург. Набор старых открыток. Вот это, кстати, очень знаменитая фотография. Она была, я помню, на обложке какой-то выставки и прочее. Ну, тут всякое. Эти, кстати, картины, они, о, смотрите. Прямо из Инстаграма, да. Моя тачка и, значит, Петр Первый. Ну, это тот Петр Первый, который напротив инженерного замка. Или вот тоже. Ну, это известная фотография. И я так и не понимаю, что эта тёлка делает здесь. По-моему, она там, какую-то, я не знаю, поправляет оба в себе. Эти же, в принципе, фотографии, но в другом формате есть вот в этой книжке, например, Санкт-Петербург накануне «Крушение империи». Да, совершенно потрясающий альбом. Он тоже разбит по направлениям. То есть, тут духовенство, там всякие, ну, вот, огромное количество различных иллюстраций. Что-то я видел, что-то я не видел. Это я показывал, когда я рассказывал про, вот, например, да, всякие типы. Я очень часто её беру на экскурсии. Вот, кстати, недавно, буквально на днях водил частную экскурсию. Мне там заказали, хорошие люди. Надеюсь, ещё закажут. Я их привозил, мы заканчивали напротив дворца Ясупова. Был дождь, и я им из машины вещал. Ну, под конец. Сначала мы гуляли, гуляли, потом дождь совсем такой пошёл. Ну, вот, например, да, стрелка реки Мойки. Сейчас вот эта церковь, которая по проекту Боссе была построена. Гарльд Боссе, точнее, он был немец, а не француз. И Гримм там участвовал. Там ДК-связи было, оно перестроено в ДК-связи. И вот, ну, и вот прекрасная картина. Не маслом, да, конка на Невском проспекте. Она прямо напротив гостиной двора. Кстати, гостиной двора, обратите внимание, это вот... Он был перестроен в барочном виде по проекту Бенуа. Потом мы обернули классический облик. Вот этот вот Доломотовский, Кокориновский. Вот. В эту же серию, ну, вот эта, тоже Масхев. Это панорама Садовниковая. Значит, вот тут весь Невский проспект до Фонтанки. Тут где-то, по-моему, напротив дома голландской церкви. Там типа Пушкин шарится. Ну, говорят, по крайней мере, так писали. Вот где-то здесь он должен быть, где-то тут он дорогу перебегает. Господин Пушкин. В свое время, когда она вышла, она пользовалась огромной популярностью. Это панорама. Чуть попозже вот это, но я и показывал, когда по проходным дворам водил на Литейном. Это Багганс. Соответственно, такой альбом. Долго за ним гонялся. И, слава богу, его выпустили. То есть, вот так вот он выглядит. Тоже крайне интересно. То есть, тут есть что и почитать, на самом деле. Но просто большинство информации я и так знал по поводу этих объектов. Но кое-чего тут совершенно просто вынос мозга. Ну, вот, например, представляете, было-стало. Вот так вот выглядела Литейная часть, когда ближе к пескам. Ну, или вот. Да, то есть, это Махаевские, да, у нас. А, тут не только Махаев. Тут всякое разное. Единственное, что мне не понравилось в этом альбоме, видите, они в календаре, они вот такого формата, они обрезаны. Потому что вот эта вот тема, она вот такая вот, очень широкая. Но она есть в интернете, в очень хорошем разрешении. Тут и стрелка, отсыпной мост, например, да. Пантелеймоновский, Пантелеймоновский, рядом с Литним садом. И, заканчивая наш обзор, это такой бонус-трек, на самом деле. Я изначально не планировал его включать. Это уже чисто по моей теме. У меня огромное количество книжек про революцию, терроризм и про жандармов, про революционеров и так далее. Но я, когда их читал, я заметил, что там огромное количество подробностей, которых нет нигде. Вот именно живых таких подробностей. Ну, вот у меня всякие там есть, да. Вот Степан Халтурин, Прокофьев. Ну, понятно, в каком ключе это все написано, но крайне интересно, на самом деле. Там Перовская, Жизел. Значит, там еще Желябов, Жизел, например. Или, допустим, вспоминания Бориса Савенкова. Вот, казалось бы, да. А ведь тут столько про Петербург всякого интересного, обалденно. А у него, ну, Савенков хорошо пишет, да. И, в общем-то, он был, в принципе, писателем, ну, если не уровня Толстого, конечно, то, ну, Куприна вполне, да. Потом вот в таких вот обложках, вот в такой серии выходили. Это про Морозова, например. Очень много интересного я здесь подчеркнул именно про город Петербург. Ну, или вот там книжка про Стасову Елена Дмитриевну. Это потомок, соответственно, сначала Владимира Стасова, критика нашего известного. А он сын Василия Петровича Стасова. Ну, я рассказывал по проханным дворам, когда водил экскурсию. Вот. Тоже крайне интересная вот книга. Ну, собственно, это, естественно, не все. Потому что у меня там еще вагоны маленькая тележка самых разных. Но вот мне кажется, что если вы вот... Да даже вот эту, если вы серию, вот эту вот серию, вот вы, если прочитаете, да. Вот Вавилов, Купринский-Корсаков, Куприн, Стасовы, Державин, Лебедев-Кумач. Извиняюсь, просто Лебедев. Лебедев-Кумач это в Москве. Куинджи, Драгомышский, Павлов, Лесгофт и так далее. Даже Лев Толстой. Ну, он бывал в Петербурге, да, не только он там в Москве, в Ясной Поляне проживал. То, даже если эту серию вы прочитаете, у вас уже будет прекрасное представление о городе... О прошлом городе Петербурга и так далее. Ну, а если вы это все прочитаете, то, в принципе, на самом деле, даже вот уже этого объема информации вам достаточно, чтобы, например, стать гидом. Хотя, как гидом можно стать, вообще ничего не зная, как практика показывает. Но лучше что-то знать. А дальше больше и вот. Вы, соответственно, пишите мне всякие ваши вопросы, задавайте. Я напоминаю, что вы ходите, надо, знаете, было в таком скромном порыве сказать... Ну, еще, вы знаете, вот в этот топ-10 входит... Сейчас выйдет книжка «Путеводитель по Невскому проспекту» Павла Перца. Ну, Пунин не дотягивает, Таратынова тоже, но я думаю, у них есть шанс в будущем. То есть, выходит у меня книжка «По Невскому проспекту». На самом деле, неплохая, не потому что она моя, но я достаточно критично отношусь к своему творчеству. Хотя вот роман «Корень», который я планирую выпустить в этом году, пока я просто не анонсирую. Вот я хочу сначала с этой разделаться, и потом найти денег и издать. Одна вот женщина, когда мне ее вычитывала, она сказала, у меня эти... Она поставила яйца вариться, и они сгорели, потому что она зачиталась с моей книжкой. Это приятно. Дело в том, что «Путеводителя» я его пропускал через многие фильтры. Значит, у меня были подкасты, видео я какие-то снимал, но не до конца. А до конца мне не хватило, соответственно, до конца маршрута. И я это все потом дописывал, переписывал, редактировал. И, в общем, получилось неплохо. Действительно, очень живой слог. Масса всяких фактов, которые я черпал. Вот видите, вот из этого, из документальных каких-то фильмов, из каких-то сайтов и прочее, прочее. Поэтому, если вам интересно, то вот есть предзаказ. Вот там внизу по ссылке. Ну, а у нас сейчас проходят экскурсии. Вот 13-14 числа будет аж две в каждой выходной. Одна по проходным дворам, вторая, не помню, «Романово без соплей». Да, вторая по проходным дворам от прямо Достоевского до вот дома, где родился бренд «Народная воля». Мы пойдем реально с исключительно проходными дворами. Там его до Латова, в Толстовский дом, может быть, заглянем. Где-то подарили пипку, которая открывает ворота. Я еще не пробовал, надо будет испробовать. Будет еще экскурсия по проходным дворам по Петроградке. Тот самый маршрут, который я показал в своем видео, это в среду. Поэтому, в общем, короче, все анонсы есть вот там. Ну и тут по-разному все говорят. Говорят, типа, в июле откроют границы. Некоторые говорят, в конце лета. Ну, я жду этого момента, потому что 19 октября мы едем в Вену. В общем, кому все это интересно, пишите мне, я вышлю все подробности. На этом все. Читайте книжки. Смотрите интересные сайты, смотрите интересные документальные фильмы. Их меньше, чем книжек, к сожалению, Ю. Но продолжает эта тема развиваться. И я думаю, что дальше будет огонь. Чего я не сказал. Вот, чего я не сказал. Меня спрашивали, какие книжки не надо читать. Про Петербург. Вы знаете, ну, наверное, есть такие книги. Но вот прям, чтобы меня тошнило, я такого не встречал. То есть, в каждой книге было свое очарование. Я могу показать, какие книги реально... Вот это мастер-класс, как нельзя писать краеведческую литературу. Они все про Москву. Вот, например, такая книга. Лев Колодный. Дело в том, что в 2004 году, я эту историю постоянно рассказываю. Ну, придется, приходится повторять. Потому что, ну, не все же, не все мои видео, не все смотрят все мои видео. Ну, да, и поэтому тебе кажется, что ты это уже все в курсе, а никто не в курсе. В 2004 году, когда я переехал в Москву, я пошел купить книжек в магазин «Москва на Тверской улице» про Москву. И не нашел их. Ни одной. Целые полки заставлены были книжками про Петербург. Ну, то есть, там, конечно, были книжки про Москву. Ну, вот это туристическое говнище, да, вот это, какие-то буклеты, вот это все. Нет, мне хотелось вот что-то вот такого, вот такое мне что-то хотелось. А его не было. Единственное, что я нашел, это вот этот вот Лев Колодный. Лев Колодный, я не знаю, был голодный. То есть, пишет левой пяткой, и слог такой, что просто вырви глаз. Ну, я не знаю, пятиклассик, мне кажется, иногда лучше пишет. Структуры нет вообще никакой, да. То есть, вот после книжки Павла Яковлевича Кана, где он там дом за домом, так, интересно все это описывает. У него, а не было же еще никаких этих Яндекс.Карт, где ты можешь там по панораме посмотреть. То есть, он там пишет, там, перескакивает сюда, туда, ты уже не понимаешь, это какой дом. То есть, в общем... Короче, это просто трэш, реально. И если раньше я еще в них заглядывал, сейчас вообще перестал в них заглядывать. И вот, а это уже советские книжки, да, я показывал эту стопку. Накупил себе вот эти. Тоже я хочу сказать, что большинство из этих книжек, но они не то чтобы ни о чем. Но там вот информация, которую... Ну, не станешь ты эту информацию рассказывать на экскурсии. Ну, я, по крайней мере, не стану, потому что я людей люблю. Я хочу, чтобы людям было интересно. А здесь такая информация, которая... Ну, и она неинтересная. Она вот просто... Вот, наверное, поэтому... Потому что когда-то издавали такие книжки, у них вот есть этот абсолютно убогий ресурс «Узнаем Москву». Он совершенно шедевральный с точки зрения технического исполнения. Гениальный, прекрасный. И абсолютно нулевой с точки зрения контента. То есть там просто вот... Опять-таки мастер-класс, как нельзя писать тексты по краеведению в современном мире, да. То есть это, может быть, было допустимо там лет 30 назад. Сейчас нет, мир изменился. Вот. Ну, это вот то, что я забыл сказать. Вот теперь точно все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok